Сколько можно заработать в маркетинге лифт и как быстро вы выйдете на самоокупаемость. Друзья, всем огромный привет, с вами Олег Радочин и в этом видео мы с вами посчитаем математику основного маркетинга лифт проекта Живая Очередь и именно посчитаем пассив. Это видео я записываю по одной простой причине, потому что многие партнеры до конца не осознают, что данный проект рассчитан на долгосрок. И у многих возникает завышенное ожидание, что в первый месяц они начнут зарабатывать миллионы с каждого юнита. Самое большое разочарование, друзья, происходит по причине завышенного ожидания и я хочу уберечь вас от этого разочарования. Немного поговорим о продукте, потому что не все до конца осознают, что компания имеет продукт и продукт имеет обменную ценность. То есть он ценный и его можно продавать, потому что он имеет обменную ценность. Это инструменты для продвижения любого вашего бизнеса, любых ваших товаров и услуг, не только этого проекта, а любого другого проекта, любого бизнеса. Надеюсь, это понятно. Это у нас и конструктор лендингов, это и конструктор визита, конструктор автовебинаров и конструктор автоворонок, а также доступ к обучению от экспертов и практиков в области продвижения через интернет. Теперь это доступно каждому и получить все эти инструменты можно всего лишь за 300 рублей в месяц. Ну и если вы живете в Украине, то это 120 гривен в месяц по сегодняшнему курсу. Так вот, друзья, доступ к платформе, ко всем этим сервисам и к обучению осуществляется у нас в игровой форме. И чтобы получить доступ пользователю данных сервисов и данной платформы, необходимо активировать один юнит. И один юнит потребляет в месяц 300 кристаллов. Это как топливо для юнита, который потребляет кристаллы. И один кристалл стоит 1 рубль. Получается, вы пользуетесь всеми этими инструментами, этим продуктом, продуктами даже я сказал бы. Вы можете продвигать любой свой бизнес, не только бизнес в живой очереди. Так вот, друзья, вы пользуетесь всеми этими инструментами, продвигаете любой свой бизнес и зарабатываете со всех, кто зайдет на платформу после вас в порядке живой очереди по основному маркетингу лифт. То есть это на полном пассиве. Вам не обязательно даже приглашать сюда. Вы будете зарабатывать. Теперь, как быстро вы начнете зарабатывать? Как быстро вы выйдете на самоокупаемость и начнете получать доход в лифт в маркетинге? Давайте просчитаем математику этого маркетинга. Сколько можно заработать, если никого не приглашать? И как быстро вы начнете зарабатывать? Смотрите, минимальный вход это 300 рублей. Покупка одного юнита. И, друзья, те, кто нацелен на заработок, на большой заработок, я рекомендую сразу же заходить на 10 юнитов, чтобы потом не сожалеть об упущенной возможности. Так было со мной. Я сначала купил одно количество юнитов, потом приходилось докупать, и я сожалел, что не сделал это раньше. Но нам нужно осознавать, что каждый месяц, каждые 33 дня необходимо будет пополнять эти юниты по 300 кристаллов. Это по 300 рублей. И, соответственно, если у нас 10 юнитов или больше, то умножаем на то количество юнитов. Если 10 юнитов, то это по 3000 рублей. И если вы живете в Украине, это по 1200 гривен. Допустим, вы сегодня купили себе один юнит. Мы сейчас проведем пример на примере одного юнита. Допустим, вы сегодня приобрели себе одного юнита. И чтобы не переживать, вот вы пришли на пассив, и вы не хотите переживать и не пропускать движение по очереди, не пропускать свои пополнения, то вы сразу пополняете его кристаллами на год. То есть вы сразу покупаете ему 3600 кристаллов, инвестировали в него 3600 рублей ровно на год. Ну, чуть больше, потому что 300 кристаллов нам хватает на 33 дня. Итак, за первый месяц ваш юнит выйдет только на пятый уровень. Соответственно, он еще не выйдет на выплаты. На второй месяц только на шестой уровень. Соответственно, он тоже не выйдет еще на выплаты. И только на третий месяц ваш юнит переходит на седьмой уровень. Вы закрываете, получается, шестой, и выходите на седьмой уровень. И вы получаете свои первые 300 рублей с вашего одного юнита на ваш баланс. Понимаете? С шестого уровня. То есть вы закрыли этот уровень и получили 300 рублей на ваш баланс. Даже если юнит будет за полтора месяца только переходить на один уровень выше, то ваш юнит через 4 месяца, то есть вы 3 месяца пополняли, он вышел на выплату, и вам нужно снова его пополнить. Это если вы пополняете помесячно. Если вы на год, то вы не переживайте. Через 4 месяца от старта вы переходите на восьмой уровень. Ну, ваш юнит переходит на восьмой уровень. И вы получаете еще 600 рублей на счет. И у вас уже на балансе 900 рублей. То есть закрыли седьмой уровень, вышли на восьмой, получили 600, 600 плюс 300, 900 рублей. Через 5 месяцев вы на девятом уровне. Из-за закрытия восьмого уровня вы получаете вознаграждение 1800 рублей. И в общем на балансе у вас уже будет 2700 рублей. Это движение без вашего участия, без приглашения, подчеркиваю. То есть вы закрыли шестой, седьмой и восьмой уровень. Итого 2700 рублей на вашем балансе. Прошло полгода, шесть месяцев. Ваш юнит перешел на десятый уровень. И на ваш счет поступило вознаграждение в сумме 3000 рублей. С одного юнита. И у вас уже на балансе будет уже 5700 рублей. То есть за полгода вы получили 300, 600, 1800 и 3000. В сумме 5700 рублей у вас на балансе. Далее. Давайте будем теперь ужасными скептиками. Ужасными. И представим, что дальше очередь продвигается еще медленнее. Дальше, если ваш юнит будет только за два месяца переходить только на один уровень выше, то ваш юнит на седьмой месяц от старта будет продолжать движение на том же уровне, но на десятом уровне, что и в прошлом месяце. Он все еще только на десятом уровне. Проходит 8 месяцев, и ваш юнит переходит на одиннадцатый уровень. И вам на баланс прибавилось 6000 рублей. И теперь там уже 11700. 11700. Это вот. На восьмой месяц. Далее. Через девять месяцев ваш юнит продолжает свое движение на том же уровне, что и в прошлом месяце. Меняется только позиция на этом уровне, но он по-прежнему движется на одиннадцатом уровне. Не забываем, что мы с вами просто ужасные скептики. И думаем, что очередь будет двигаться еще медленнее. Через десять месяцев у вас закрыт одиннадцатый уровень. И на счет поступает еще 18000 рублей. И теперь у вас на балансе 29700. Через девять месяцев уже 29700. И эта сумма плюс это, плюс это, плюс это, плюс это, плюс это, и плюс это равняется 29700. Через 11 месяцев ваш юнит все еще продолжает движение в очереди на том же одиннадцатом уровне, продвигаясь к двенадцатому. Но на новый уровень еще не перешел. Мы же с вами скептики. Вы помните об этом, да? Прошел год. Ровно год. Юнит движется дальше и закрывает 12 уровень только через год. И вам после закрытия к вашей сумме прибавляется 44000 рублей. И теперь на вашем счету уже 73700 рублей. Ровно через год. 73700 рублей. Как я и упоминал ранее, мы с вами скептиками. И вот за год он вышел только на 12, точнее закрыл 12 уровень. Год уже позади. Вы закрыли только 12 уровень и к вашей сумме прибавилось 44000 рублей. Ваш юнит заработал вам за один год 73700 рублей. Ваш один юнит. Вы помните, сколько инвестировали в начале пути вашего юнита? За год мы инвестировали в продвижение нашего юнита 3600 рублей. Далее. Посчитаем чистую прибыль от одного юнита. Инвестировано 3600 рублей. Заработали 73700 рублей. Помимо того, что мы имели доступ к продуктам платформы, мы заработали 73700 минус 3600. 70100 рублей чистыми. Поехали дальше. Через год и два месяца ваш юнит переходит на 14 уровень. И вам за закрытие 13 уровня пришло к вашему балансу 88000 рублей. И теперь у вас уже на общем балансе 161700 рублей. Далее. Через год и четыре месяца закрыт 14 уровень. И теперь внимание. К вашим 161700 рублям прибавляется больше, чем вы заработали до этого. 176000 рублей. И теперь на вашем счету сумма 161700, я ошибку сделал, 700, плюс 176000, это 337700 рублей. Далее. Вот она сумма. Вы только закрыли 14 уровень. Далее. Полтора года у нас уже позади. Даже если для перехода на 16 уровень нам понадобится уже не 2, а целых 3 месяца, то вы будете готовы ждать? Ведь за закрытие этого 15 уровня вы получаете снова больше, чем заработали до этого всего времени. Немного и немалых, а целых 352000 рублей. 352000 рублей. И итогов у нас получается 687700 рублей. Это за полтора года. Пусть даже ваш юнит за полтора года закроет только 15 уровень и выйдет на 16. Вы понимаете? Математику. 352000, плюс 337700. Всего 687700 за полтора года. Друзья, то пусть даже на это уйдет и 2 года. Пусть мы будем еще более скептически относиться к этому маркетингу. Друзья, осознайте. 687700 рублей за полтора года 1 юнит. Пусть даже это займет 2 года. Вы помните, сколько мы инвестировали в начале пути нашего юнита? За полтора года мы продлевали наш юнит по 300 рублей, либо на весь срок наперед, на сумму 5400 рублей. Пусть даже если за 2 года на это 7200 рублей. И уже сумма 687700 рублей 120 раз больше, чем мы инвестировали. То есть это более 100 иксов. Только вдумайтесь в это. Хорошо, давайте будем более скептически относиться к этому, еще более скептически. Допустим, мы заработали не 687700, а заработали только в 2 раза меньше. То есть очередь у нас двигалась в 2 раза медленнее. У нас получается за полтора года 343850 рублей. Да-да, друзья, 343850 рублей за полтора года. Это я просто поделил сумму в 2 раза. Пусть даже она будет двигаться еще медленнее. Во сколько раз больше мы получили? Так вот, сумма 343850 рублей в 50 раз больше того, что вы инвестировали. Понимаете? И это при условии, что вы ничего не делали. Вообще никого не приглашали. Вы зарабатывали на полном пассиве. Просто продлевая свои юниты. Друзья, нужно хорошо вам ознакомиться с реферальным маркетингом. Потому что, когда вы выходите на выплаты, вы получаете по основному маркетингу лифт. Всему можно заработать 45 миллионов 41700 рублей с одного юнита. Это по основному маркетингу лифт. Один юнит вам максимум принесет 45 миллионов 41700 рублей. А если вы приглашаете партнеров, которые тоже двигаются по основному маркетингу и выходят на выплаты, то когда они выходят на выплаты, на первую выплату, вы с каждого их юнита получаете вот эти вот суммы. Самые интересные суммы. Возьмем, например, 19 уровень. То есть партнер заработал 5 миллионов 632 тысячи рублей. И вы за то, что пригласили этого партнера, заработали 985 тысяч 600 рублей. С каждого его юнита. Если у него один юнит, то вы один раз заработали с него. Понимаете, да? И не забывайте еще о бонусах и о различных розыгрышах, которые у нас регулярно проходят на планерках. И это только, друзья, я посчитал с одного юнита. А если их у вас 10? А если у ваших партнеров тоже по 10? Вы понимаете? Как вам такая математика? Так стоит ли вообще продлевать свои юниты? И я думаю, что ответ очевидный, что стоит. И я разобрался с тем, как еще более эффективнее в этот проект заходить. И на эту тему пройдет специальный эфир. Ссылочку вы найдете в описании под этим видео. Надеюсь, видео для вас было полезным. Если было бы полезным, ставьте лайк. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok